Восторг Я в восторге был от Сафраницкого. Дело в том, что я могу назвать двух великих пианистов, которые являлись действительно гордостью нашей русской школы. Это Рахманинов и Сафраницкий. Известны другие имена, которые сейчас чуть не каждый час произносятся. Но я их не хочу называть, потому что я не согласен вообще с таким. И, кстати говоря, сам Сафраницкий резко возражал против возвеличения одного известного имени, не забывая о том, что в России есть много замечательных музыкантов. Но Сафраницкий был удивительный человек. Он, по-какому, был очень дружелюбным таким. Он отвечал с большой радостью на все вопросы, которые ему задавали его коллеги. Делился всем тем, что был в его творческом багаже. Он всегда подчеркнул уже столько его мнений, можно с этим соглашаться, не соглашаться. Но это было очень убедительно всегда. Но особенно я запомнил один вечер, когда я пришел к нему. Ну и мы сидели, там говорили про всех делах, связанные с консерваторией. Потому что он уже работал в Московской консерватории Сафраницкой. Раньше он работал в Петербурге. И потом он сказал, знаешь, мне надо заниматься, я пойдем. Я говорю, можно меня посидеть, послушать? Он говорит, сядись, пожалуйста. Я сел на диван, он забыл обо мне. И он играл. Я был под сильнейшим впечатлением того, что я услышал. Там были не только сочинения из Кребина. Там были и Рахманинов, там был и Прокофьев. Там был... Там был Метнер. Вот то, что в тот вечер я, так сказать, слушал. Но на меня произвело впечатление вот то, что типично и с такой яркостью отразилось в исполнении Сафраницкого, в его занятиях. Это вот гибкость времени, о котором я говорил. Вот. То, что потом называлось рубат, и так далее. Вот. Но когда он кончил, вдруг у меня увидел, у него неожиданность была, что я сижу еще. Вот. Я говорю, можно мне вам вопрос задать? Да. Я говорю, как вы достигаете вот такого удивительного рубата, который делает вашу музыкальную вещь, такой выразительной, все. Это что? Вероятно, это интуиция. Это интуитивно. Он так засмеялся и говорит, вы глубоко ошибаетесь. Я продумываю место каждой ноти в музыкальном сочинении. Головой продумываю. И причем это продумывание основывается на чувстве логики этой музыки, особенности этой музыки, все. Но это находится под контролем головы. Вот. Вот это для меня было таким... И я перейдил к этому добавим, конечно, конечно. Он, конечно, отречит, музыкальная речь, отчинение не только запятая точки, но и сам синтаксис. И даже строение как бы слога, поскольку эта хирурическая стопа музыкальная, она очень хорошо, как бы распространяя музыкальную фразу, она ее объединяет. Если играть по нотам, по буквам, объединение не состоится. И в этом плане болгарский язык, хотя в нем падежи почти угасли, осталось очень мало, и мы пользуемся всякими предлогами, но про структурирование мыслей, фразы, вместо глагола и дополнения, так сказать, прилагательных существ, он очень похож на русский язык. Он был еще более похож, когда болгария находилась под очень сильным влиянием России до освобождения от турецкого Игоря и после этого, а потом понемножку стал балансироваться между западным синтаксисом, не синтаксисом, а словарем, и очень много логинских футов. Но это язык тоже гибкий. Наш болгарский фольклор самый сложный по ритмике. Там бывают такие размеры, 21-8, пожалуйста, или там 19-16. Очень сложно ориентироваться даже к профессионалу, а вот эти танцовщики, которые играют в фольклорде, безощипочно делают это все. И если ты пытаешься установить, в каком именно ритме размеры они играют, это очень сложно, потому что они добавляют к 7-8 еще 5-9. И так получается, что один такт находится в 9-8, в следующий в 5, последующий такт уже в 11. Когда это комбинируется, это невероятное богатство. А речь болгарская, она не так разница по своему устроению. И эта манера разговаривать, она тоже присуща в болгарской школе, которая вообще верняла много положительного от русской школы и от австрийской школы. Это самые близкие для наших. Конечно, она намного моложе в болгарской школе, которая бедная школа, но все-таки у нее есть такие, собственно, крупнейшие фигуры европейские значения, как композитор Дмитрий Немов, который был прекрасным концертантом, не только композитором, но и фигурой. Их делал, которые были в Баншу Бадгеров Веселина Ситоверного, в более новое время, Алексей Сбайсенберг, Юрий Буков, Финслав Янков, Антон Диков, Кресси Мелькатов, это тоже люди очень одаренные, имеющие прямое отношение к формированию музыкального исполнительного языка. для которого можно узнать, что это славянин, но с юга. Ну что ж, дорогие гости, спасибо вам большое. Надеемся, что еще встретимся в нашем доме.